В минувшую субботу в России прошла традиционная благотворительная акция, приуроченная к Международному Дню Ребенка. Известные люди республики Надев Фартуки встали за кассы в одном из популярных ресторанов города. Национальное телевидение Чуваши тоже поддержало эту благотворительную акцию. Сегодня день ребенка. Если вы спрятите несколько... Команда национальной телерадиокомпании Чуваши, журналисты, ведущие первыми, встали за кассы. В Чебоксарах подобная акция проходит в десятый раз. Известные люди города, журналисты, спортсмены, артисты помогают собрать средства, которые будут направлены на помощь нуждающимся. Сегодня у вас всех есть возможность снести свой небольшой вклад в создание комфортных условий для детей с ограниченными возможностями. Ведь именно отношение всех нас к проблемам детей, к проблемам нашего будущего, не является тем индикатором цивилизованности и процветания нашего общества. Пусть наши дети будут самыми счастливыми и самыми здоровыми. В этом году в фонд помощи детям отчисляются средства, вырученные от продажи книги «Цветик-семицветик». Многие посетители ресторанов в тот день пришли, не зная об акции, но с удовольствием ее поддержали. Обязательно нужно. Видно повысится на еще благотворительность, получается, все, что мы тратим, идет благотворительность, это вообще замечательно. А почему бы нет, очень хорошо для детей, весело. 350 ресторанов России провели подобную акцию. Средства, вырученные в тот день от продажи книжки и картофеля фри, пойдут на строительство в Сочи игровой площадки, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ради этого даже поборники здорового образа жизни и питания позволяют себе пообедать фастфудом. Я на осторожность отношусь, но дети любят ходить в это. Я сам своими детьми тоже ходил. Я думаю, что не каждый день питаться это еда, но перед детским можно приходить. Глава города уже в третий раз участвует в подобной акции. И каждый год ресторан выделяет средства для детсадов и школ города. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин